МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горящие шины и заторы в Киеве. С утра протестующие блокировали въезды в город. Как это связано с законопроектом о растаможке? Фракция украинского парламента, оппозиционный блок на грани раскола? Если говорить про попытку влияния на Рената Ахметова, то есть ощущение того, что по нему нет совершенно четкой команды ФАС. Что не могут поделить депутаты, есть ли тут российский след? Британия тормозит Брекзит? Правительству придется повременить с выходом из ЕС, решил Верховный суд. Почему и что теперь будет дальше? В Москве одиночные пикеты в поддержку активиста Ильдара Дадина. Для некоторых участников закончились задержания. События дня в настоящем времени из Праги. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Горящие шины, около 200 человек на проезжей части, десятки их автомобилей и, как результат, многокилометровые пробки на въезде в Киев. Основные магистрали города сегодня блокировали владельцы машин с иностранной регистрацией, чаще всего с литовскими, польскими и словацкими номерами. Мы частично перекрыли пять въездов в Киев. Протестуем, потому что требуем нормального законодательства для авто с иностранной регистрацией. Сейчас их завозят не очень легально, и растаможка стоит очень дорого. Вот стоит Volkswagen Passat. Узаконить этот автомобиль, либо же растаможить, в Украине такого автомобиля стоит около 19 тысяч евро. В Польше это стоит 500 долларов. Самая бедная страна Европы, но платим самые дорогие пошлины за ввоз транспортного средства. Таким образом, митингующие пытались привлечь внимание к законопроекту 5567, который позволит не растамаживать возимые за границей машины. Следующий в город транспорт пропускали по одной-двум полосам. Акции протеста полиции не препятствовало. Сотни киевлян опоздали на работу. Сколько простояли в пробке? Ну, два часа. Ого! Да, уже начался урок опаздывал. Пробка начинается за 7 километров от Киева. Все дети сегодня опоздали в школу. Ну, реально, это бред. Акции в пригороде протестующим оказалось недостаточное, и они направились в центр Киева, к зданию Кабмина. Владимир Борисович Гройсман близок к Порошенко. Без его воли этот законопроект не примут. Да и вообще, это нормальная практика, что такие глобальные вещи нужно утверждать с Кабинетом министров. Ихни голосы потребны. Напомню, в минувшем декабре митингующие уже перекрывали улицу Грушевского у Верховной Рады. Согласно законопроекту, вместо пошлины на автомобили предлагается ввести ежемесячный платеж. Полпроцента от суммы, которую водители заплатили бы за так называемую растаможку. Речь идет о машинах, которым 7 и более лет. Путин есть и Конституции не надо. С такими плакатами сегодня прошли одиночные пикеты у здания администрации президента в Москве. Акции протеста приурочены к сегодняшнему рассмотрению в Конституционном суде жалобы Ильдара Дадина, первого в России активиста, осужденного по статье о нарушении правил проведения митингов. Протестующие требовали отмены этой статьи. Четырех участников пикетов полиция задержала. Постоять в одиночном пикете с плакатом – это совершенно не уголовное преступление. Человека сажают. А за воровство миллиардное никого не сажают. За убийство, за пытки. Вот, например, Кости его никто не сажает. А уже полно доказательств, что и Ильдара пытали, и других пытают, людей, сидящих в Сеге же. Из Санкт-Петербурга, издание Конституционного суда, корреспондент программы Юрий Баранюк. Быть или не быть Ильдару Дадину на заседаниях Конституционного суда. Несмотря на ходатайство адвокатов и просьбу самого оппозиционера присутствовать, судьи решили, что дело будут рассматривать без заявителя. Последний считает, что 212-я статья Уголовного кодекса России противоречит сразу 11 положениям Конституции. В их числе свобода мирных собраний и выражение мнений. Позиция адвокатов Ильдара Дадина. Их подзащитному пришлось нести повторную ответственность за свои правонарушения. С этим доводом частично согласились и эксперты Дальневосточного университета. По запросу Конституционного суда они дали свою письменную оценку. В законопроекте пересматривается понятие неоднократность. Для того, чтобы лицо, отбывшее наказание, но имеющее судимость и совершившее аналогичное преступление, не подпадало под действие соответствующего квалифицирующего признака статьи особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. О действии лица, совершившего несколько преступлений, предусмотренных одной уголовно-правовой нормой, квалифицировались под совокупностью преступлений. Как ни странно, еще критичнее к статье Уголовного кодекса 212.1 относится официальный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Борщевский. Но при этом, как ни странно, по мнению юриста, норма не противоречит Конституции. Не нравится. Мне не нравится. 212.1. Значит, это что-то не конституционно. Нет, не значит. Ну, бывает так, что мне не нравится, но конституционно. Мнение стороны защиты. Так, трактуя закон, судей не оставляют оппозиционерам правового поля для высказываний. Она запрещает оппозиции реализовывать свои права путем публичных собраний. Я не думаю, что она запрещает оппозицию. Но она запрещает оппозиции конституционно, мирно, без оружия реализовывать свои права, толкая таким образом, на самом деле, оппозицию в сторону восстания, которое произошло на площади, рядом с которой мы находимся, в 1825 году, где уже было вооруженное восстание. Маловероятно, что Конституционный суд встанет на сторону заявителя. Впрочем, теперь решение мы узнаем только в следующем месяце. Еще позже его узнает сам Ильдар Дадин. Очевидно, что в следующем заседании он опять участие принимать не будет. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. И вновь в Украину. Парламентская фракция оппозиционного блока близка к расколу. Об этом говорят наши источники в самой политической силе. Информацию подтверждает и издание «Украинская правда». Если раскол действительно есть, почему важно об этом говорить? В облоке представлены не только интересы крупнейших украинских олигархов, но и российское лобби. Эта политическая сила в Украине всегда считалась пророссийской направленности, преемницей партии регионов. Глава которой Николай Азаров, премьер-министр времен бежавшего президента Януковича, свернул евроинтеграцию Украины, что в будущем и привело к Евромайдану. Новость о возможном расколе всколыхнула вообще весь украинский политик. Это произошло по нескольким причинам. В блоке фигурируют известные фамилии, крупный бизнес и сплетение разных политических интересов. Развязать этот узел попыталась Юлия Дрозд. Парламентская фракция оппозиционного блока насчитывает 43 кресла. При общем числе депутатов в нынешней Верховной Раде 423 – это большая фракция. Начнем с ключевых фигур. Одну группу возглавляет Юрий Бойко, министр энергетики времен Януковича, и Сергей Левочкин, глава администрации беглого президента. Их связывают с Дмитрием Фирташем, газовым магнатом, ныне находящимся в розыске Интерпола, владельцем крупнейшего телеканала страны Интер. Вторая группа – это Вадим Новинский, владелец финансово-промышленного холдинга, и Александр Вилкул, вице-премьер режима Виктора Януковича. Их связывают с олигархом Ренатом Ахметовым, самым богатым человеком страны по версии Форбс. Заводы его холдинга СКМ работают в частности на неконтролируемой Киевом части Донбасса, малой родине бизнесмена, и обстрелы их практически не затронули. Две группы депутатов объединились в оппозиционный блок после событий на Майдане и бегства Януковича накануне парламентских выборов 2014 года. Это был вынужденный тактический прием. Но было очевидно, что вот есть одна группа людей, которые реализуют себя через фракцию, а есть и люди, которые хотят реализовать себя параллельно. По данным наших источников, группа Февташа стремится к досрочным выборам. Группа Ахметова заинтересована в сохранении нынешнего состава Верховной Рады и готова поддерживать выгодные ей инициативы власти. В Москве нет полного доверия к Ахметову. Именно поэтому его и к власти в этих сепаратистских республиках, ну, прежде всего, в ДНР не допустили. А вот по поводу группы Левочкина и Февташа, то другая ситуация. У Бойко там тоже разнообразные связи в Москве. Его там хорошо знают, и не только в «Газпроме», но и в других властных кабинетах. Поэтому, как бы, по слухам, его рассматривают как такого перспективного политического лидера, миролюбивого, склонного к восстановлению отношений с Россией. Но дело не только в политике. По словам некоторых журналистов-расследователей, в оппозиционном блоке разнятся и бизнес-интересы. Действительно, то, что их разъединяет, это то, что групп ДФ сейчас фирташ. Он сейчас в состоянии человека, которому мало что терять. Если говорить про попытку влияния на Рината Ахметова, то есть ощущение того, что по нему нет совершенно четкой команды ФАС, но при этом есть совершенно четкое желание иметь рычаги влияния на него. Журналист добавляет, по его информации, и здесь речь также идет о зависимости части по блока от России. Часть команды Виктора Януковича была вынуждена защитить свои активы методом продажи собственного бизнеса. А собственникам этого бизнеса, по тем данным, которые мы сейчас собираем, готовим свой материал, это российский капитал. Каким же станет расклад сил в украинском парламенте в случае раскола оппозиционного блока? И как на это могут отреагировать другие фракции оппозиционной власти? Я думаю, этот распад будет проекцией на следующие выборы. Лоббизм там будет персональный, обслуживание бизнеса большого олигарха. Сейчас они себя не усилят, но каждый выкристаллизирует свои интересы. Легко проследить лояльность политиков по медиа-активности. Смотря на то, как часто Тимошенко появляется на канале Интер, понятно, что она во многих своих интересах может пересекаться с группой Левочкина. Впрочем, делать окончательные прогнозы аналитики не спешат. По их словам, информация о возможном расколе может быть шантажом какой-либо из групп фракции. Ведь публично руководство оппозиционного блока раскол отрицает. По крайней мере, пока. Юлия Двоз, Юрий Комаров, Настоящее Время. Когда будет мир в Сирии? Ответ на этот вопрос искали в Астане. В столице Казахстана завершились многосторонние переговоры. Несмотря на разногласия, об этом не раз говорили как члены оппозиционной делегации, так и представители Башара Асада, сторонам все же удалось принять совместное решение. Помогли им в этом посредники Россия, Турция и Иран. Подробнее об итогах сирийских переговоров из Астаны. Моя коллега Шахид Иякуб. Результатом встречи в Астане стало заявление России, Ирана и Турции о создании трехстороннего механизма по мониторингу режима прекращения огня в Сирии. В принципе, как сирийская оппозиционная сторона, так и правительственная сторона выразили свое удовлетворение созданием такого механизма. Однако, по словам главы сирийской оппозиционной делегации Мухаммада Алюша, очень важно перейти от слов к делу. Нужно, чтобы не только говорили, но и делали, чтобы было полное прекращение огня в Сирии. Он также сказал, в первый раз мы от сирийской оппозиции услышали то, что Россия становится серьезным и надежным партнером в переговорном процессе, и что Россия в какой-то степени уже уходит от полностью поддерживания Башара Асада. В то же время глава сирийской правительственной делегации Башар Аль-Джафари сказал, что все обвинения в отношении Ирана, а Иран обвиняют в том, что он поддерживает решим Башара Асада, а также отправляет в Сирию свои шиитские формирования, представитель сирийской правительственной делегации сказал, что это все неправда. Пригласил другие вооруженные оппозиционные группировки подключиться к переговорному процессу и сказал, что в следующий раз они будут более детально обсуждать режим прекращения огня. Насчет режима прекращения огня на этой встрече сирийская оппозиционная делегация передала целый список требований по их предложению по выполнению режима прекращения огня и дала правительственной делегации неделю для того, чтобы на это ответить. Опять-таки хочу подчеркнуть, что две делегации не общаются друг с другом напрямую, все переговоры ведутся через посредников, то есть через Турцию, через Россию и через ООН. Следующим этапом переговоров по Сирии станет международная конференция. Она намечена на 8 февраля и пройдет в Женеве. Как предполагается, в ней впервые примут участие представители вооруженной оппозиции. Это настоящее время из Праги. Смотрите далее. Британскому правительству придется повременить запуском Брексита. Так решил Верховный суд. Что будет дальше с выходом из ЕС? По сути, решение о Брекзите, о выходе Британии из Европейского Союза, скорее всего, не изменится ничего. Пожизненное заключение для правозащитника и журналистов в Кыргызстане. Пожизненное заключение для правозащитника и журналистов в Кыргызстане. Почему суд приговорил Азимжана Аскарова к такому суровому наказанию? Знаменитая Потемкинская лестница в Одессе продолжает разрушаться. Все это было, естественно, брошено на произвол судьбы. И это несмотря на то, что реконструкция памятника архитектуры еще не закончена. Верховный суд Британии поставил на паузу Брекзит. Запретил запускать процесс выхода страны из ЕС без решения парламента. Таким образом, суд поддержал ноябрьское решение Высокого суда Лондона, который постановил, что правительству для начала переговоров с Брюсселем о существовании Британии вне Евросоюза нужно как раз одобрение депутатов. Напомню, ранее группа истцов во главе с банкиром Джиной Миллер обратилась в Высокий суд Лондона. И, по их мнению, министры не имеют права менять законы, созданные на протяжении четырех десятилетий членства в ЕС. И вот поэтому запустить процедуру Брекзита должен именно парламент. Высокий суд Лондона согласился с таким мнением, после чего правительство подало апелляцию. Вот здесь стоит заметить, на слушаниях в Верховном суде не рассматривался вопрос, выходить Британия из ЕС или нет. Все стороны согласны, что этот вопрос уже был решен, решен на референдуме, когда почти 52% голосов оказались за. Но что тогда значит эта пауза в Брекзите для ЕС и, собственно, самой Британии? Мы спросили политического обозревателя. Сегодняшнее решение суда я бы не назвал крупным политическим событием по одной простой причине. Оно имеет в первую очередь сугубо правовое значение. Оно означает, что парламент остается главным, как и положено в британской политической традиции, главным органом, который принимает решение о важнейших международных вопросах, касающихся положения Великобритании. По сути решения о Брекзите, о выходе Британии из Европейского Союза, скорее всего, не изменится ничего, поскольку в ходе обсуждения в британском парламенте большая часть партии, они уже об этом заявили, не будут противоречить воле большинства избирателей. К 31 марта парламент, судя по всему, и обсудит, и одобрит это решение. Что касается Европейского Союза, ну, он будет в данном случае лишь ждать этого утверждения, этого утверждения, окончательного утверждения с британской стороны, которое произойдет в парламенте. Ну и дальше будут, очевидно, переговоры между британским правительством, которое будет теперь иметь мандат от парламента, и Европейским Союзом о конкретных условиях Брекзита. Сегодня коллегия Чуйского областного суда Кыргызстана оставила в силе решение о пожизненном лишении свободы известного правозащитника страны Азимжана Аскарова. Он признан виновным в организации межэтнических столкновений в городе Ож. Было это в 2010 году. Напомню, Аскаров занимается правозащитной деятельностью на протяжении долгих лет. В городе Ож в июне 2010-го вспыхнул конфликт между кыргызами и узбеками, который приобрел массовый характер. На ваших экранах как раз эти кадры. Столкновения продолжали в течение целой недели и унесли жизни 400 людей. Десятки человек пропали без вести. После тех событий Аскарова задержали и впоследствии приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации волнений и убийстве милиционера. Сегодняшнее решение уже назвали политически мотивированным. Мы ожидали справедливого судебного разбирательства и, конечно, финального приговора вердикта. Почему? Потому что это не только судьба Аскарова, это судьба кыргызстанцев, как сказала Динара Шарахонова. Почему? Потому что мы знаем, что у нас нет независимой судебной системы. Но есть прецеденты, когда суди доказывают, что в Кыргызстане можно добиться правды. Поэтому это было очень печально и трагично. И весь процесс, который проходил в Чувском областном суде, в здании департамента КСИН, он говорил о том, что все суды, да, они носили такой формат карательный. Ранее представители комитета ООН по правам человека обращались к кыргызским властям с просьбой оправдать Аскарова. После оглашения приговора правозащитник заявил, что начинает голодовку в знак протеста против такого решения суда. И теперь в Россию, в одном из поселков Иркутской области, разрушается школа, куда продолжают ходить дети, полтысячи учеников. Прокуратура судится с районной управой, требуя прекратить уроки, не дожидаясь конца учебного года. Педагоги говорят, это тупиковый путь и просят денег на новое здание. А родители продолжают со страхом отправлять своих детей за знаниями. Репортаж Екатерины Пономарёвой. Там раньше можно было пройти в полный рост, то есть уже приседание прошло. Каждый день директор школы поселка Боинда и Ольга Бузинаева начинается в подвале. С осмотра маячков, сначала под зданием. Здесь уже ощущается прогиб под столовой, то есть раньше здесь можно было пройти в полный рост. Потом или она, или её заместитель проверяют маячки уже внутри школы. Трещины на стенах заклеивают бумагой с даты их появления и следят за динамикой. Если движение здания идёт, то должен быть разрыв. Но видите, с 2015 года, с 2016 года всё устанавливается. Первые трещины на стенах Боиндинской школы появились два года назад. Директор обратилась за помощью в район. Там сказали ни на ремонт, ни на новое здание денег нет. И стали просить помощи у областных чиновников. Те помогли, прислав вместо денег две проверки из прокуратуры и Роспотребнадзора, которые выдали заключение школу закрыть. Учитывая такое заключение экспертов, прокуратура в 2016 году обратилась в суд с иском о запрете деятельности, поскольку пребывание в таком здании как для несовершеннолетних, так и для работников школы представляет угрозу безопасности. Процесс по делу только начался. Если суд обяжет их закрыться на перевозку школьников в соседний посёлок, они просто не найдут денег. В случае, если возить, нам понадобится 28 автобусов на сегодня, плюс тем, которые у нас есть. Это 28 автобусов, это водители на каждого, это оснащение ГЛОНАССом, это заработная плата. Ну и вообще ситуация тупиковая. Причём отвечать директору школы и районным чиновникам от образования приходится за ошибки советских строителей. Здание сдали в 70-х годах. Выяснилось, что построили и приняли школу с грубейшими нарушениями. Визуально уже видно, что сваи забиты не вертикально. Экспертиза показала, что часть, более половины сваи были сделаны не заводским способом, а самодельно, то есть заливались на месте с нарушением технологии. Когда речь зашла о суде, областные власти пообещали Баиндинскому району деньги на новую школу. 28 миллионов, говорят в местном управлении образования. И добавляют, не хватит. Эксперты, что приезжали их закрывать, посчитали минимальную смету в 45 миллионов рублей. Так что, если доучить детей в этом году, они ещё успеют. Неясно, смогут ли за лето им построить новую школу. Екатерина Пономарёва для Настоящего Времени. Знаменитая Потёмкинская лестница в Одессе разрушается. Это сразу после начала реконструкции. Памятник архитектуры восстанавливают след. И вот с приходом зимы бетонные конструкции начали разрушаться, а гранитная плитка отваливаться. В мэрии заявляют, всё в порядке, работы по плану. Из Одессы корреспондент программы Всеволод Ананев. Тут даже остатки цемента. Вот они. Потёмкинская лестница – главный символ Одессы. Активистка Галина показывает борозды от талой воды и разрушенные ступени. Нынешней весной власти решили реконструировать знаменитую лестницу. Закрыли от посторонних глаз. Гранитные плиты ступени сняли. В таком виде конструкция простояла до снегопадов. Всё это было, естественно, брошено на произвол судьбы. Вот буквально в конце декабря ракушняк не был покрыт никаким материалом. И в результате мы получили вот то, что мы имеем. Ракушечник – очень нежный камень. От влаги становится мягким, легко разрушается. Именно из него состоит основная часть Потёмкинской. Не было установлено гидрозащита на зиму. То, что здесь растаяло огромное количество снега, который не стёк, не дошёл до низу. Он весь впитался в ракушечник в незащищённых местах. Это видео активисты сняли сразу после оттепеля. Основание лестницы напиталось влагой и промёрзло. Оно может обрушиться. Такой объект, он не может исчезнуть. Даже если он рухнет, его всё равно отстроят и восстановят. Но будет ли это памятник? Это уже не памятник. За аутентичность лестницы одесситы боятся и по другой причине. Старые гранитные плиты в некоторых местах заменяют новой плиткой. Хорошо видно, что лежит плитка сверху на них. Причём плитка, которая разложена уже какими-то там слоями. Опять же начинаешь думать. Ребят, может вы всё-таки решили куда-то девать этот старый гранит и вместо него положить новую вот эту тонкую плитку, которая неизвестна какого качества, неизвестно как она продержится и так далее. Власти свою вину признают, но пытаются оправдаться. Основные конструктивные проблемы, имевшие место до недавнего измерения, ликвидированы на 100%. То есть мы конструктивную надёжность, техническую надёжность восстановили на 100%. Работы по укладке одесской плитки неоднократно оборачивались скандалами. Активисты убеждают, подрядчики связаны с мэром города Геннадием Трухановым. Цены работ многократно завышены. Летом одесситы проводили у здания мэрии флэшмоб. Человек в маске мэра выкладывал золотую плитку. Все волотонане в настоящее время Одесса. Британский бизнесмен Берни Эклстоун, почти 40 лет руководивший гонками Формулы-1, отправлен в отставку. По данным немецкого издания «Автомотор энд Спорт», 86-летний Эклстоун займёт теперь должность почётного президента. Сегодня меня сняли с должности. Я просто ухожу. Я больше не руковожу компанией. Это официально. Название моей новой должности – это такой американский термин, вроде «почётный президент». Я получу это звание, даже не зная, что именно оно значит. Как видно, подробностей вокруг снятия Эклстоуна пока нет. Непосредственное отношение к гонкам бизнесмен имеет с 1949 года, когда сам впервые принял участие в соревнованиях Формулы-3. Карьера автогонщика, однако, длилась недолго. После аварии Эклстоун организовал собственную команду. На посту босса Формула-1 его сменил бывший председатель совета директоров компании, 62-летний американец Чейз Керри. На этом всё. Таким был этот вторник, 24 января. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok